Я долго думала, как назвать, потому что Светлана Заварухина попросила меня сделать обучение по наставничеству. Я уже провела огромное количество такого обучения и думала, что же я могу вам дать за полчаса, чтобы это было четко, понятно и передаваемо. Поэтому я подумала, что как стать именно наставником, потому что многие имеют структуру, но наставниками не являются. И дам вам основные этапы сопровождения в наставничестве, чтобы вам легче было ориентироваться. И прежде чем мы приступаем, естественно, когда новички приходят, у них огромное количество вопросов «как?», «как?». Они не спрашивают, что нужно делать. Они в основном, даже если спросят, то они спрашивают, как это делать. И вот есть у многих наставников проблема. Многие, знаете как, я даже недавно в себе заметила эту проблему по отношению к своей команде, по отношению к своей структуре. Что я больше даю рекомендательные, какие-то советы, обучения рекомендательные. То есть я предлагаю варианты, выберите этот или этот. А не всегда люди могут выбрать, не всегда люди могут выбрать то, что на самом деле они смогут сделать. Поэтому прежде чем мы дальше двинемся, запишите для себя, я рекомендую всегда на моих обучениях иметь тетрадочку и ручку, запишите для себя таких два фактора. Есть категория людей, которых достаточно направить, достаточно им показать путь и достаточно просто поддерживать. А есть категория людей, которым нужно четкие пошаговые действия, расписанные во времени. Но об этом это другая тема, но вот есть две категории. И как наставник вы должны обязательно будете эти две категории в своей структуре определить. Итак, переходим. Ну, прежде чем я перейду к MLM индустрии и к Фаберлик, я вам решила показать, я, конечно, большое количество картинок накачала, но выложила самые яркие четыре картинки. Вообще в жизни, в социуме у нас есть наставники. Одна из показателей – это когда папа учит своего ребенка, как он это делает. Или когда, например, мама учит своего ребенка, как она это делает. Потому что дети берут с нас пример. Точно так же и в MLM индустрии наши консультанты – это наши дети. Они берут с нас пример. И очень часто они стараются повторить нас. И от того, как грамотно вы направите и покажете, от этого будет зависеть, как ваш новичок, ребенок ваш в сети будет поступать. Точно так же, например, вот пример. Как научиться, чтобы поваром стать. И это тоже есть определенные наставники. И даже если вы получили образование, и даже если вы учились на врача и получили его. Или, как я в свое время училась, я была оператором станков программного управления. Мне точно так же на заводе присвоили наставника. Наставники – это те люди в жизни, в социуме, которые показывают, как это лучше и как проще это сделать. Потому что эти люди уже приобрели определенный опыт. И они знают, что не работает, а что очень хорошо работает. Они знают, как можно грамотно и четко сделать это. И я вот помню своего наставника после техникума, когда я пришла на станки с программным управлением. У меня их было пять. И стоял со мной взрослый мужчина, и он мне показывал. Именно показывал, как лучше поставить, как лучше повернуть, как лучше вот это сделать, что зачем отключить. Хотя я прошла обучение, и у меня был диплом, почти красный диплом. То есть я нормально училась, я все понимала. Но когда мы обучаемся и все понимаем, именно показать гораздо лучше происходит. Тогда можно за руку провести. Вот наставничество – это показывание, это проведение по некоторым путям. И у вас у каждого были свои наставники. И если вы это вспомните, то для себя сделайте пометку в тетради. Ответьте на один. Это у вас одно. Перезагрузитесь. Напишите, а? Ладно, напишу. Перезагрузитесь. Смотрите, коллеги, у меня просьба. Если вы будете видеть, что кто-то пишет, что громкости нет, то тогда пишите, пожалуйста, перезагрузитесь. Хорошо, помогите мне, чтобы я не останавливалась. Смотрите, что вам нужно сейчас сделать по метку, какую в тетради. Задайте себе вопрос. Первое. Вспомните, кто был вашим наставником по жизни, на работе где-то. Ну, вообще, кто был у вас наставниками. Вот. Второй момент. Вы сделаете какой? Вспомните, что для вас было важного, когда наставник что делал с вами, что помогло вам двинуться именно вперед. Когда вы это сделаете, то обязательно это переложите на себя. Делаете ли вы это по отношению к своим консультантам? Или если у вас пока консультантов нет, как мы увидели, что есть новички, то переложите, что вы должны делать со своими консультантами для того, чтобы они действительно получили ваше наставничество и начали двигаться вместе с вами в путь к большим деньгам и большим достижениям. Коллеги, поставьте плюсики, есть ли звук. Если звук, есть, отлично. Значит, тогда у людей есть проблема, может быть, с телефона или еще где-то. Ну, вот здесь я ничем помочь не могу, простите. Итак, переходим к следующему слайду. Сейчас вам нужно провести небольшой такой тест, коротенький. Что вам делать? Вы можете не переписывать эти вопросы, но себе в тетрадку делайте пометки. Задайте себе вопросы. Первый. Считаете ли вы себя наставником? Просто ответьте, да или нет. Я не буду подводить резюме по этому опроснику, но дальше, когда мы с вами будем обучаться, вы поймете, почему я задала эти вопросы. Второй вопрос. Скольких консультантов я сопровождаю сейчас? Не я, вы. Хорошо? Консультантов вы сопровождаете сейчас. Именно сопровождаете по наставничеству. Третий вопрос. Скольких консультантов в вашей структуре есть сейчас? Вы можете здесь писать, можете в тетрадочке. Обязательно это для себя делайте пометку. Сколько консультантов в вашей структуре? Следующий момент. Со сколькими консультантами вы так и не познакомились? Потому что на самом деле у многих есть консультанты большое количество, но знакомство не произошло со всеми. Это не для того, чтобы сказать, ай-яй-яй, какие вы плохие. Это для того, чтобы вы для себя делали пометки и понимали, сколько еще, какой фронт работы у вас впереди, для того, чтобы достичь высоких целей. Дальше. Сколько лидеров в вашей структуре? Напишите. Следующий момент. Скольких лидеров вы сопровождаете сейчас? Здесь делаю пометку. Вообще, если даже у вас, предположим, 50 лидеров или 10 лидеров, в первую очередь 80% времени сопровождение должно быть именно на 5 или 6 человек, не более. Это не значит, что вы других бросаете. Это значит, что вы просто большую часть времени уделяете именно 5 или 6, а следующие вы их сопровождаете, но меньше времени вкладываете в них. Как только вы первых 5 или 6 поставите на ноги, вы сразу же переходите на следующих и начинаете их вести. Следующий вопрос. Сколько консультантов повторяют вас, дублицируют? То есть, вот верхние пункты, сколько человек вас повторяет? Делают ли они сопровождение с лидерами? Делают ли они сопровождение с консультантами? Делают ли они знакомства? Возможно, вам сейчас будет сложно ответить на этот вопрос, поэтому я каждому из вас рекомендую обязательно прозвонить из своих людей, особенно лидеров, потому что буквально недавно я опять, у меня любимая такая тема, в определенный период я начинаю залазить в глубину. Ну, в кавычках залазить. Я начинаю просто прозванивать в глубину 5-6 поколения и узнаю, как у них дела, знают ли они информацию и многое другое. Натыкаюсь на такие проблемы. Я понимаю, что если мое первое поколение меня дублицирует, возможно, второе еще дублицирует, то дальше уже происходит сбой. И вот для того, чтобы это узнать, очень важно, вот чтобы это исправить, очень важно узнать, поэтому обязательно прозвоните в свою структуру и узнать, ли они информацию сверху от своих наставников. Здесь вы получите несколько привилегий. Во-первых, вы можете помочь наставнику грамотно работать. Если вдруг наставник скажет, мне это не надо, то вы можете прекрасную структуру вырастить из глубины. И это по сути, по своей, ваш будет директор или лидер, который поднимется очень быстро, и вы поможете ему вырасти. Это вот действительно вот такая подсказка из жизни и из моего опыта. Следующий момент. Восьмой пункт. Сколько консультантов у вас ходят на обучение или мероприятия? Обязательно эту статистику нужно вести. Если у вас их мало, тогда, значит, получается, что у вас структура некомпетентна, и она никогда не вырастет. Потому что, если вернуться на предыдущий слайд, то невозможно стать доктором, если не научишься. Невозможно стать изумительным, если не научишься. Невозможно работать со станками программного управления, строителем, там, и любая профессия, обязательно нужно обучаться. Поэтому вот здесь очень важно знать статистику и поработать с ней. Девятый пункт. Сколько консультантов вы прозваниваете за один день? Вот этот вот фактор я хотела бы, чтобы вы прямо сейчас написали. За день пишите и такое-то количество консультантов. Жду. За день прозваниваете такое-то количество консультантов. Спрашивать, да, обязательно спрашивать. О, какие вы молодцы. Эту статистику вы составляете сами. Эта статистика ваша будет лично по вашей структуре. Молодцы. Вот смотрите, замечательно. Должно быть каждый день прозвон не менее 5-10, а то и более, консультантов. Если вы прозвони, например, смотря какие прозвоны. Если как информирование, то можно прозвонить и 40. Ну, вы понимаете, что вы потратите на этого человека совсем немного времени, буквально 5 минут. Иначе вы не успеете. Могу сказать сразу, как только вы начинаете прозванивать своих консультантов, ну, язык-то это ладно заплетается, Дарья, точно. Но получается, что люди, услышав ваш голос, услышав, что и вам не все равно, начинают задавать огромное количество вопросов. И остановить этот поток вопросов очень сложно. Мне многие говорят, почему ты так долго разговариваешь со своими прозвонами. Я просто, видимо, умудряюсь зацепить где-то внутри, и получается, что я начинаю раскручивать человека на то, что ему важно и интересно. И у меня бывает и час, и полчаса бывает, и час. А бывают и даже собеседования до 4 часов. И не важно, в какой городе, в какой стране человек находится. Для меня задача стоит именно направить и решить проблему этого человека. Но когда вы информируете и звоните, то прозвон должен быть не более 5-10 минут. Ни в коем случае больше. Потому что информирование, человек забудет, о чем вы ему рассказали, что ему нужно сделать, как информирование. И поэтому давайте посмотрим, какие есть этапы. Я вам благодарна за то, что вы мне отвечали прямо в чате. Неважно. Я вам дальше расскажу про дисконт. Да. О, спасибо, Галина. Смотрите, давайте перейдем. Я благодарна, что вы эти вопросы поотвечали. Я хотела бы, чтобы вы задали эти вопросы своим консультантам, которые не пришли. Можете сфотографировать картиночку. Второй момент. Вы постарайтесь всегда себе задавать эти вопросы по итогу недели. И тогда вы сможете себя анализировать и контролировать по этому поводу. Давайте переходим далее. Три основных этапа наставничества Фаберлик. Конечно, их намного больше. Но я выбрала именно те, которые действительно дают максимальный результат, если их вы используете. Потому что есть много-много внутренних там этапов наставничества и сопровождения. Но я выбрала самых три, о которых я вам сегодня расскажу. Первый и самый важный этап. Это знакомство. Или вторичное знакомство. Знакомство с новичком, как только он пришел. Вторичное знакомство, если вы консультант и у вас давно, но вы с ними, знаете как, можете повторно познакомиться. Я звоню некоторым и говорю, здравствуй, привет, Леночка, я хочу с тобой заново познакомиться. Они хохотать начинают. Зачем тебе это? Я говорю, ну, может быть, у тебя поменялось мнение. Возможно, у тебя появились новые планы. Как твои дела и все такое. Я заново знакомлюсь и задаю вопросы. Мы заново начинаем выстраивать где-то ее движение, которое именно я выявляю ее и ее потребности. То есть знакомство, оно необходимо для выявления потребностей на первоначальном этапе. И потом знакомство повторное для выявления потребностей на следующем этапе. Еще раз многим я уже об этом говорила, но еще раз скажу. Я привилегированный покупатель. Я пришла на дисконт. Я пришла на продукт. Я пришла пользоваться и решать свою проблему огромной угревой сыпи. Какой бизнес, боже мой, правый. Я пришла решить свою проблему. И я два с половиной года просто пользовалась. Но меня повторно познакомился мой наставник со мной. И благодаря этому я пошла в бизнес и начала его строить. Молодец, Дарья. Вот это правильный подход. Потому что у человека может поменяться жизненная ситуация. У человека может поменяться мнение. Возможно, он где-то чему-то научился. Может быть, какая-то критическая ситуация в жизни произошла. Вот я знаю точно, что у тех, кто наставники давно, поудаляли целую базу консультантов огромное количество. Если вы прозвоните, все эти распечатки, которые вы делали, я их не выкидываю. Я периодически прозваниваю людей, которые удалились. И многие с удовольствием возвращаются. Это вот действительно несколько кругов на возвращение. Второй этап. Но мы более подробно поговорим потом. Второй этап. Это сопровождение всей структуры. Это ваша и личная группа, и ваша структура в целом. Почему говорю и личная группа, и структура в целом? Потому что здесь присутствуют драгоценные директора, у которых уже есть директора. Поэтому вот для меня неотъемлемая часть моя личная группа и неотъемлемая часть моя структура. Знаете, объясню почему. Потому что на первоначальном этапе, когда директор только выходит, и вы для новичков себе пометочку сделаете, когда директор только становится директором или начинает только свое движение, то ему всегда надо помочь в этом. То есть помочь укрепить позиции, помочь стартануть, расти дальше. И именно наставник может в этом помочь, потому что у него опыт другой. Но есть и другой момент. Если, предположим, ваш директор, а обычно так бывает, когда он только выходит, он одевает погончики, и у меня такое было. Я так говорила, не трогайте мою структуру, я сама знаю, что с ней делать. Но это просто проходит через какое-то время, вот эти погоны, они уходят. Действительно, директор натыкается на те же проблемы, на что натыкались вы. Поэтому сопровождение и помощь именно всей структуры обязательно должна быть. Может быть, она будет, так знаете, как в командном взаимодействии. Но об этом мы поговорим позже. Третий пункт – это сопровождение индивидуальное. Честно скажу, что раньше, когда у меня была маленькая структура, у меня всегда было индивидуальное сопровождение. Потом, когда структура увеличилась, я, естественно, начала делать больше общие процессы, разные-разные процессы для всей структуры. И для лидерского корпуса. Но поняла, что, когда ко мне приходят, они абсолютно разные лидеры. И получается, кому-то совсем мало то, что я говорю, а кому-то, наоборот, совсем много. И у него голова вспухает. Я взяла себе за правило, что у меня первая неделя – это работа с лидерским корпусом, разгон, вопросы, ответы и индивидуальное сопровождение. И я увидела, что этот результат, он стал намного выше. И гораздо быстрее начали люди расти. Потому что иногда многие стесняются сказать в общей массе, как говорится, на каком-то мероприятии о себе любимом, пожаловаться на какие-то ситуации. А в индивидуальном они вам там только что, только не вольют. Индивидуально сопровождать. Хороший вопрос – это вопрос или утверждение. Кажется, и пытаясь всю структуру индивидуально сопровождать. Всю структуру нельзя. Ну, нужно выбрать обязательно, это уже по лидерскому, нужно обязательно выбрать ключевых шесть человек, которых вы конкретно выберете и начнете их вести. Остальных где-то иногда прозванивать и помогать. Но в основном все-таки включать в общие процессы. Пора, видно, лидеров наставлять на самостоятельную работу. Ой, пора, это точно пора. Итак, вот здесь вот входит лидерский корпус индивидуально. Именно лидерский или ситуационно. У меня большой лидерский корпус, но есть лидеры, которые пришли более сильные, у которых есть опыт работы в MLM-индустрии или опыт работы и на руководящих должностей. С ними работать проще. И я понимаю, что они стартануть могут намного быстрее. Поэтому, соответственно, я их беру себе под крыло, начинаю быстро выстраивать и помогать им подсказывать, что нужно делать. И происходит такой момент. Они стартуют, я потом поддерживаю их и берусь за следующий. А следующий, я говорю, я вас не бросила, пишите мне, я вам отвечу. Где-то ситуационно помогу. Или направлю, что нужно сделать. Потому что я понимаю, что у этих людей, у лидеров, более длительный путь роста. Не потому, что они не хотят быстрее расти. Компетенции недостаточно. А компетенцию купить невозможно. Ее нужно наработать. Компетенция – это тот опыт, который нарабатывается простыми действиями. Итак, коллеги, очень много говорю в этом плане. Давайте посмотрим первый этап знакомства. И я назвала его рукопожатие. Потому что, действительно, вы принимаете, вы договариваетесь с человеком на определенных условиях. Это не значит, что вы подписываете договор. Вы договариваетесь с ним. И если этот человек – привилегированный покупатель, вы договариваетесь о том, что он включится как минимум в стартовую программу, как максимум он включится в вип-программу. И у меня много привилегированных покупателей, которые в вип-программе есть. Но вы с ним договариваетесь индивидуально, что, как он будет двигаться. И от вас, как наставника, очень важный момент – звук есть. Звук у всех пропал? Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики, есть ли звук. Это просто связь у вас плохая, видимо, интернета. И поэтому такая ситуация. Все, это, возможно, связь. Итак, коллеги, вот смотрите. Если к вам пришел привилегированный покупатель, то вы с ним договариваетесь, что он будет пользоваться каждый период. Или чтобы включиться в акции и программу. Вы с ним договариваетесь, и вы помогаете его, даете ему материал дополнительный, даете ему какие-то направления, где он может его получить, чтобы у него появился вкус именно к продукту нашему, раз он потребитель. Если это пришел продавец, то, естественно, вам нужно с ним договориться и показать, как он будет, например, работать, как он будет зарабатывать быстрые деньги на продажах. Это тоже рукопожатие, вы договариваетесь. Другое дело, как он будет сам себя вести, но вы договариваетесь обоюдном интересе и обоюдном движении. Если пришел лидер, вы точно так же договариваетесь. Итак, давайте посмотрим, что входит в первый этап знакомства рукопожатия. Я назвала, многие знают это, три касания. Три касания это можно и с клиентами делать, и вообще такое понятие есть. И вот я расписала для вас, как в знакомство есть три касания, которые делаю я лично. Первое знакомство, это обязательно звонок или встреча, если это у вас человек в вашем городе. Это вы уже договариваетесь, но в любом случае вы ему звоните и договариваетесь о встрече. Поэтому первое, когда только пришел новичок, вам нужно его прозвонить. Обязательно. Второе, когда вы позвонили, обязательно выявить его потребности, какие цели у него, какие задачи он хочет решить, зачем он зарегистрировался в Фаберли, что ему именно заинтересовало в Фаберли. Когда вы зададите эти вопросы, пришел ли он пользоваться или работать, то тогда вам гораздо проще будет с ним дальше сотрудничать. То есть вы будете понимать, что человек пришел пользоваться и вести его, знаете как, на бизнес-процессы смысла нету. Вы его просто спугнете. Если он пришел пользоваться, это определенная целевая группа и вы можете помочь ему в этом направлении. И следующий момент. Почему я говорю цели и задачи? Потому что если даже человек пришел пользоваться, как я в свое время, моя цель, моя задача была убрать угревую сыпь, восстановить состояние кожи и как можно быстрее выглядеть красивой. Потому что мне казалось, что я безумно страшная, что у меня ужасное лицо, я постоянно опускала голову. Сейчас на фотографии смотрю, даже там, где у меня была угревая сыпь, я прекрасно выглядела, но было внутреннее состояние и неудовлетворение. И моя цель и задача была решить эту проблему. И когда вы решаете проблему и помогаете достичь цели, спасибо, Галина, когда вы помогаете человеку достичь именно его цели и решить его задачи, неважно, с какой он пришел, то действительно этот человек останется с вами и будет двигаться с вами дальше. Через звонок вы понимаете, как распределить его, как по целевым группам. Мы часто говорим целевые группы. Простите, новички, что вы это слышите, целевая группа, но я сейчас объясню. Целевая группа, это, предположим, потребитель, который пришел пользоваться. Пришел человек пользоваться, ну и немножечко продавать. Или пришел человек, предположим, он будет пользоваться и немножко подпишет своих знакомых, родственников. Он умеет общаться. Я называю это ситуационный рекрутер. Или, например, человек пришел, ему нужны срочные деньги, ему нужно кормить семью, он хочет делать продажи, его нужно научить этому. Это следующая целевая группа. И точно так же еще одна целевая группа может быть, это построение бизнеса. Ой, как время быстро летит. Я вам совсем немного еще рассказала. Так, тороплюсь. Итак, следующий момент, который после звонка вы определите, это первые задачи, вы с ним ставите первые задачи, что ему необходимо сделать. Это определи и определяйте сроки выполнения. Это оформить заказ, это там включиться в процессы, многое другое. У каждого у вас есть какие-то пункты, которые необходимо в первую очередь сделать. Второе касание. Это второй звонок, вы же договорились с ним встречаться через какое-то время. Это второй звонок. То есть, например, или встреча вживую. Я иногда вживую называю это по скайпу, через показ экрана, потому что у человека возникают вопросы, и через показ экрана я могу его за руку буквально провести и показать. Это проверка выполнения задания, вопросы-ответы. Это провести его за руку по всем этапам запросов. То есть у него есть запрос, конкретные вопросы, и вы по ним показываете. Нажми сюда, пройди сюда, тут вот здесь, вот это найдешь здесь. И тогда у человека мозг не пухнет, и вы проще так это делаете. Следующий момент. Это постановка новых целей, прописание плана действий, исходя именно из той целевой группы, в которую вы его определили. Но может здесь еще целевая группа поменяться. Очень часто бывает, человек приходит пользоваться, потом говорит, а я не знал, что у вас можно зарабатывать. А что можно? И вы ставите новые цели и задачи с этим человеком. Я это называю второе касание. И третье касание, это уже сопровождение именно конкретно по целевым группам. Но это идет именно на третьем этапе. И на втором этапе. И мы давайте перейдем. Самое важное правило, на первом этапе знакомства вам нужно показать, повести, поддержать, как вот здесь от новичка поддерживают, показать, что у него все получится, что ничего страшного нет, что любой вопрос решаем. Это первая задача первого этапа. Второй этап. Сопровождение структуры. Нашла шикарную картинку, как наставник ведет своих людей, которые практически с завязанными глазами. И на самом деле это так и происходит. Даже если приходят образованные люди, даже если приходят люди, которые имеют опыт в других, даже MLM индустрии имеют опыт. А точно так же, если, например, имеют где-то опыт руководства, но в другом виде деятельности, практически у них завязаны глаза. И второй этап, это как раз наращивание компетенции. Это как раз личный пример для того, чтобы идти дальше. Вот это и есть сопровождение на втором этапе. Давайте посмотрим, что же входит в этот этап сопровождения структуры. Первое, это информирование. Обязательно вы должны разработать информирование для своих людей. Хорошо бы, если бы вы сделали систему информированную. Если у вас есть наставник, директор, у которых есть эта система, то вы просто можете обратиться к своему наставнику или директору и сказать, распишите нам, пожалуйста, какая система информирования есть у вас. Я бы хотела бы для своих людей точно так же делать. Мои многие консультанты мне пишут в личку, в скайпе, Татьяна, а вот дальше, что сделать? А вот вы присылаете мне письмо. Мои люди это получают, и я их успокаиваю. Успокойтесь. Ваши люди получают. Наступит момент, когда я вам скажу, что вам делать конкретно вам. Но в любом случае вы можете использовать это точно так же со своей структурой. Тогда ваши консультанты будут чувствовать, что вы наставник. Итак, какие виды информирования бывают? Это структурное собрание в начале каждого периода. Каждый директор должен проводить обязательно структурное собрание. Даже если вы не в квалификации директора, но вы потенциальный лидер, и у вас уже есть команда, почему бы нет? Проводите какие-то маленькие структурные встречи. Проводите это через скайп. Договоритесь со своим директором. Может быть, у него есть помещение, где вы проведете. Или вот, например, так же, как вот вебинарная комната, вы можете договориться и создать свои какие-то первые встречи со своей структурой. Ваша структура будет привыкать к вам как к наставнику, как к лидеру. И потом они начнут повторять вас, потому что они будут видеть, что вы это делаете. И вы потихонечку их приучите к этому. У нас проходит в нашей структуре структурное собрание в начале каждого периода по понедельникам. Мы взяли это за правило, и моя команда все это знает. Я знаю, что многие директора проводят, кто не проводит, коллеги, это очень важно. Вторая система информирования, это смс-рассылка. Придумайте смс-рассылку для себя по акциям, по мероприятиям, которые должны пройти, по обучению, может быть, короткие. Как подсказку скажу, я, например, отправляю смс-ку новичку, когда он приходит, я ему отправляю, что здравствуйте, давайте познакомимся, такая-то, такая-то. Вам выслано от меня письмо, зайдите в почту, найдите его. Почему нет? Коротенькая смс-ка. Но благодаря этому человек действительно не потеряется. Третий вид информирования, это всевозможные чаты для структуры. Есть скайп-чат, рекомендую от многих скайп-чатов отходить, потому что загружает, спасибо Светлане Устратовой, что она сказала про телеграм-чат. Но пока не у всех есть такой ресурс, скайп-чат, телеграм-чат, вайбер-чат, ватсап-чат. Если вдруг даже у вас такого нет, и я сейчас для вас, как многие говорят, материшься, есть соцсети, группы, контакты, создавайте там чаты, придумайте те чаты, создайте, если вы на земле работаете, то создайте какие-то определенные эти, как вот, места быстрого реагирования, помощи. Но вот чаты, они нужны, они очень хорошо помогают для того, чтобы, когда вы не можете помочь вашему консультанту, ему помогут другие лидеры, так же, когда они пришли, им помогли. Что значит еще, и там же можно сбрасывать ссылки на обучение, там же можно сбрасывать какие-то свои акции. То есть это, это информирование. Здесь нет практически никакой мотивации, хотя, в принципе, иногда эмоции вкладываются, но здесь больше информирования, и кто-то увидел, а кто-то нет. Следующее информирование, это сообщество Фаберли. Прекрасный ресурс, с которым можно работать. Вы можете всем отправлять, заходите в сообщество Фаберли, у себя в личном кабинете, нажимаете написать сообщение, и можете выбрать ту группу, кому вы хотите отправить сообщение. Например, личной группе, и у вас уйдет всем, всем, всем вашим консультантам. Если у вас есть директор в глубине, тогда директор, структуре директора не уйдет. Нужно, чтобы директор отправил. Тогда вы отправляете своему директору. Если у вас пока нет директора, отправлять совсем. Там также есть раздел, такой неактивным консультантам. Очень хорошо делать подсказки для неактивных консультантов, которые, например, сделали заказ, но не оплатили его. Или, например, еще ни одного заказа не сделали. Или, когда новичок приходит, он еще даже ничего не сделал, но он как неактивный идет. Или давно не брали. Вот этот раздел очень удобен, когда вы можете какие-то подсказки сказать, объявить какие-то акции. Поэтому пользуйтесь сообществом Фабрли. Не спамьте, но пользуйтесь. Точно так же сообщество Фабрли я высылаю, например, как систему обучения. Или я высылаю, например, на неделю, делаем мы полностью, на неделю, какие обучения, в какой день, по какой ссылке, кто будет спикером, мы высылаем на неделю расписание. И это удобно для людей, чтобы они уже сориентировались, спланировали свою неделю. Е-мейл рассылка. Индивидуальная и групповая. Тоже здесь подумайте, это уже лучше самостоятельно. Может быть, приветственное письмо. Может быть, для привилегированных покупателей создайте е-мейл рассылку. Знаете, как, сбрасывайте ролики какие-нибудь по продукту или какие-то статьи. Для них это будет очень полезно. Они с удовольствием почитают, посмотрят, и вам зададут вопрос, и попробуют этот продукт, и делают заказы. Следующий момент во втором. Да, мы на неделю делаем, очень удобно. Мы раньше каждый день отправляли. Некоторые написали, что у нас в памяти. Мы устали от ваших сообщений. Мы понимаем, что есть люди, которые привилегированные покупатели, которые пришли только пользоваться. Мы действительно их закидываем. Конечно, мы не только в понедельник отправили, больше нет. Где я делаю напоминалку, но на неделю запланировать то время, ту ссылку, какой вебинар, очень удобно. Дальше смотрите, какой момент. Обучение. Это может быть и онлайн, и оффлайн обучение. Это вы для себя сами выстроите. Это как раз система сопровождения структуры. Могут быть общие обучения, как сейчас я для вас провожу. И вот именно здесь проводится для всех. По определенным, например, целевым группам. Вы все знаете, что здесь в этом чате, вот по этой ссылке проводится по понедельникам для новичков, по вторникам проводится по продукту, по четвергам проводится в этом же чате, по этой ссылке проводится все по рекрутингу и по пятницам для бизнеса. Вот сегодня я вам даю тему по бизнесу. То есть своего рода целевые группы, но для всех. Могут и новички войти, и могут лидеры зайти. Есть обучение направленное по потребностям и по развитию компетенции. Это знаете как? Например, вы делаете, например, рассылку в сообществе своим консультантам. Например, здравствуйте, уважаемые консультанты. Напишите, пожалуйста, какие у вас есть пожелания, каких вам обучений не хватает. И вам напишут огромное количество. Кто-то ничего не напишет, а кто-то напишет конкретное обучение. И вы скажете, опа, а мы даже не думали, мы даже не ожидали. Мы-то думали, что все об этом знают. Мы недавно столкнулись с этой ситуацией и в экстренном порядке создали определенные обучения, коротенькие инструкции для своих новичков, чтобы им было легче включиться во все процессы. Поэтому подумайте, проанализируйте свою структуру, а те, кто новички, находятся сейчас на обучении, вы просто себе запишите, потому что это вам поможет в вашем развитии и росте. Дальше. Курсы. Бывают по целевым группам. Например, курс по продукту или курс по рекрутингу или курс, например, по бизнесу. Любые курсы. И знаете как, здесь точно так же могут быть курсы по групповым объемам. Например, есть лидерские какие-то обучения, а есть лидерские, но именно с определенного объема. Мы предположим, как Светлана Заварухина сделала для 100-бальников, для 200-бальников. Как в нашей команде есть от 600 и до полутора. Или у нас есть курсы от нуля до 600. И в каждой команде можно, вы можете для себя сделать какой-то курс, объединиться со своими лидерами и дать эти темы, которые есть в потребностях у ваших консультантов. Потому что рост и развитие ваших людей и ваше наставничество, вот оно в этом выражается. Если вы этого не делаете и только приводите на обучение, ну хорошо, если вам сложно, хотя бы приводите на те обучения, которые проходят в ваших командах. Приводите, за руку приводите. Почему говорю не приглашайте? Приводите. Проверьте, зашел, не зашел. Был, не был. Посмотрите списки. Были или не были. Попросите у наставников, кто был. Поэтому это очень важный момент. Дальше. Тренинги совместного действия со структурой. Здесь не будет индивидуального, я просто сопровождение по целевым группам. Например, какие мы тренинги совместного действия делали? Мы делали вне открытых дверей именно на агентском пункте. Почему говорю делали? Потому что сейчас это делают уже команды сами на своих агентских пунктах. Тогда я просто обучала, показывала, как это правильно делать. И при совместном действии они видели, как делаю я, они видели, как делают другие люди. И уже потом объединялись и делали уже самостоятельно. И лидеры сами уже делают это. Это, например, проведение мероприятия. Обязательно участвуйте или в организации мероприятий, если наставник у вас рядышком. Или, например, участвуйте в организации мероприятия держателя агентского пункта. Предложите свою помощь. Скажите, я с удовольствием вам помогла бы, нужна ли моя помощь. Тогда получится и вы поможете держателю. Может быть, где-то составить, записать людей на мероприятиях. Или, может быть, раздать какие-то подарки. Или поднести что-то. Или сформировать. Или еще что-то. Принести коробки, довести. Вы поможете им, а они помогут вам. То, о чем говорилось в первых видео, которые я вам показывала. То есть, вот здесь вот тренинги совместного действия, это получается, ну, на организацию какого-то мероприятия. Или на организацию рекрутинга. Или флешмоба. Или конфетной лотереи. Или, например, смотрите, какой момент. Если, предположим, ваши люди далеко, и вы через интернет с ними познакомились, и они пришли через интернет, объединитесь, пять человек в скайпе, он приглашает своих людей, и вы делаете тренинг совместного действия. Отлично. Проводите, отвечаете на вопросы и ответы этих людей. Ваши наставники, ваш консультант как наставник учится, он сидит в тетрадке и записывает, что вы говорите, как вы говорите. То есть, для тех людей, с кем вы встретились, каждому это будет, во-первых, полезно, во-вторых, это получается тренинг совместного действия. Эффект третьего лица бы я так назвала. Вот это очень важно. в этом этапе. Давайте посмотрим следующий слайд, коллеги, тороплюсь, уже время вышло. Третий этап это сопровождение личного. Лично может быть и лично один на один, и точно так же в командной работе. Командная работа должна организовываться. Пока нет команды, может быть, вы берете и просто с каждым лидером обсуждаете какие-то этапы. Это все понятно? Такое молчание? Поставьте плюсик, если вам понятно, чтобы я понимала, что вам понятно. Все понятно или нет, коллеги? Ой, спасибо. Благодарю, сделаю глоток, а то голос садится, вторую неделю провожу вебинары, уже говорилка устала. Итак, третий этап сопровождения это личное. Что значит личное? В него я включила три момента. Во-первых, в личное сопровождение, естественно, те люди, с которыми вы лично сопровождаете, они обязательно должны быть во втором этапе. То есть они должны присутствовать на этих обучениях на общих, на тех, которые для структуры. Они должны приводить своих людей, и именно вы этому их обучаете. Но это мы уже обучаем на лидерских обучениях. Итак, первое, это постановление, ну не первое, но одним из важных это постановка личных целей. С этого нужно начинать индивидуальное сопровождение. Потому что если вы начнете просто делать тренинги совместного действия, то вы можете как говорится, я по-другому не могу сказать, запудрить мост вашему лидеру, но он может не прийти к тем целям, которые хочет он. Потому что здесь вы можете навязать свою цель. А важно выяснить его цель. И поэтому после прохождения обучения вы встречаетесь индивидуально. И индивидуально планируете и ставите цели с этим лидером. То есть вы с ним прописываете, чего хочет он в первую очередь. Потом вы уже на это накладываете свой опыт и понимаете, какая это может быть квалификация. И потом уже выясняете, какие сроки и смотрите, слишком ли завышена цель у вашего консультанта, или она слишком занижена, или она как-то размазана. То есть вы определяетесь со временем, определяетесь целями и уже ставите это, знаете, как стратегическое планирование. У вас есть обучение, вы его проходили, у меня есть три этапа планирования, я об этом сейчас не буду говорить. Итак, разрабатывайте индивидуальные его цели и планируйте ее. После этого вы разрабатываете индивидуальный план действий. Я могу сказать конкретно, что практически все планы действий практически одинаковы. Единственное, что вы под этого человека подбираете комфортные, удобные методы или способы, или его пожелания, потому что, например, если человек не может выйти из дома, соответственно, это через интернет он должен работать. Есть такое, что, например, ограниченное время. Есть человек, который очень много работает на работе и параллельно здесь строит бизнес, то это другое индивидуально. Вот здесь очень важно именно с ним спланировать индивидуальный план его действий и прописать какие-то вот такие шаги очень удобные и какие-то конкретные, знаете, как своего рода технические задания и в то же время разработать какие-то методы, которые будут комфортны для него. Следующий момент. определяйте контрольные точки и показатели. Это очень обязательно. Вы просто единственное говорите своему консультанту, что давай мы пойдем туда и постараемся это сделать. Но можете корректировать это, потому что действительно это вот уже на третьем этапе, вот ниже мы там будем говорить. Вначале вы ставите план и начинаете туда двигаться. Точнее он начинает двигаться, потому что он заявился в 80% вашего времени. Вот здесь вы имеете право требовать и напоминать этому человеку, потому что вы индивидуально его ведете. Если человек, например, сказал я буду, я хочу, поговорите со мной, будьте рядом со мной, пожалуйста, я вас не подведу, а он вас подводит, тогда вы здесь можете ему напомнить, может быть подкорректировать что-то, но в любом случае здесь вы имеете право даже отказаться. Если вы видите, что человек больше говорит, но ничего не делает, то есть по сути он занимает ваше время, он знаете как, это можно сказать, он об вас мыслит, об вас говорит, об вас плачется, об вас, то есть знаете как получается, ему очень важно ваше личное присутствие, я в свое время столкнулась с этой ситуацией, когда были люди, я их до сих пор люблю, мы до сих пор с ними общаемся, но когда мы поставили точки на ады, я спросила, я говорю, скажи, пожалуйста, зачем ты писала такой план, она говорит, я боялась потерять твое отношение ко мне, я говорю, ты понимаешь, что ты мое отношение не потеряешь, но мы можем с тобой это делать свободно от работы времени, да, можно и сказать, что есть такие пустозвоны, которые бьют в грудь, говорят, да я, да я, вы выкладываетесь полностью под этого человека, а человек никуда не движется, мало того, что он не движется вперед, он падать начинает, вот это запрещено, если человек падает, то вы раз или два помогаете ему, а потом ему говорите, извините, но в данной ситуации я займусь тем лидером, который ждет, потому что вас шестеро, а там есть люди, которые ждут и хотят, я лучше заменю на того человека, а вас буду сопровождать в то время, когда я буду свободна, жестко, да, но я просто понимаю, если перенести на ту работу, на которую вы приходите, если вам поставлен над вами наставник на вашей работе, предположим, больницы, поставлен наставник, на заводе поставлен наставник, в магазине поставлен наставник, и у вас есть определенное время, когда вы должны научиться и работать самостоятельно. Если вы, например, никуда не двигаетесь, а сидите в потолок плюете, вас просто уволят, у нас не увольняют, вас никуда не выбросят, вас даже любить будут и даже мотивировать будут, и все равно будут к вам обращаться, но не тратьте время своего наставника, если вы понимаете, что вы не сможете. Не потому, что вы боитесь, а потому, что вы понимаете реально, что вы занимаете его время. Или тогда уже соответствуйте тем правилам, которые дает вам наставник, потому что он действительно вас любит и хочет быть с вами. Следующий момент. Тренинг совместного действия. Он немножко отличается. Тут идет эффект третьего лица. Вот тут действительно вы встречаетесь. Несколько встреч с его консультантами. Это может быть и на земле. Несколько встреч. Не постоянно. Несколько. Две встречи этого достаточно. Третью он уже проводит сам. Потому что если он не будет проводить сам, значит смысла нет. Итак, это проведение совместных мероприятий по рекрутингу. Это консультация, ситуационная наработка, опыта. Это обучение, направленное по организации бизнес-процессов и тренинги всевозможные. Прохождение тренингов. Здесь очень много. Глубоко сюда не буду залазить, потому что есть курсы для лидеров. Это больше обучение туда. И последний момент. Это контроль и доведение до результата. Действительно очень важный этап. Многие начинают делать начальные этапы личного сопровождения, но не делают последующие. То есть планерки и советы лидеров обязательно. Индивидуальная корректировка планов обязательно. Обязательно поддержка на каждом этапе роста. Поддержка не в плане большим кошельком. Поддержка не в плане, знаете, как делать все за него. А поддержка в плане, скажи, какие у тебя есть проблемы. Есть проблема, что не получается. Давайте с тобой рассмотрим. Почему не получается? Может быть, что-то делаешь не так? А может быть, ты просто какого-то обучения тебе не хватает? Вот поддержка в этом плане. Поддержка эмоциональная. Помогите ему поверить, что у него получится. Потому что на самом деле мы-то лидеры знаем, что у нас получится. Потому что мы прошли все эти этапы. Поэтому здесь очень важно поддержать. Вот этот этап, больше, конечно, третий этап, это действительно уже для более осознанных лидеров. Для тех, которые действительно взялись за свои структуры. Которые в ответе за тех, кого приручили. Я эту фразу говорю. Те, кто не читали эту книгу, я извиняюсь за слово приручили. Но эта фраза действительно показывает, что если мы привели людей, мы в ответе за этих людей. Если люди не хотят, это их проблемы. Если люди хотят, то мы в ответе помочь и направить их. Смотрите, коллеги, мы сегодня с вами поговорили о трех основных этапах наставничества Фаверли и в МЛМ-индустрии. Первое, знакомство, напоминаю, это выявление потребностей. Второе, сопровождение всей структуры. И третье, это сопровождение индивидуальное. И задачи именно наставничества, также вот для меня важные три. Первое, это включить максимально каждого консультанта в процессы компании и своей команды. Потому что есть процессы компании, акции и многое другое. И есть процессы в команде. Много. Это вот помните, я вам тест давала. Вы, когда вернетесь обратно, посмотрите, то вот там есть как раз вопросы по задачам. И вы, если видите, что у вас, например, там 50 или 100 человек, или 200 человек не включены, то у вас огромный фронт работы. Звук есть у всех или нет? Есть ли звук, коллеги? Поставьте плюсик, чтобы я успокоилась. Есть, отлично. Вот вам нужно поработать над включением большого количества людей, которые не включены. Вторая задача наставничества. Это показать, именно показать и помочь пройти путь для достижения их целей. Довести их до результата. Это не значит, что водить постоянно за руку за них делать. Это и обучение, все, о чем мы говорили с вами выше. Третий момент. Это научить всех своих консультантов быть наставником. Не значит, хотеть и быть, это разные вещи. А именно быть наставником. Стать наставником. Пусть хотя бы на маленьких этапах. Пусть хотя бы только совсем чуть-чуть. Быть наставником и передавать им, своим людям, им, я написала, приобретенный свой личный опыт. То есть вы, например, дали им какое-то задание, они должны записать и потом передать своим консультантам. И вот тогда ваши объемы начнут расти в диаметрической прогрессии. Я вам точно говорю. Потому что существует диаметрическая прогрессия, которую нужно просто запустить. И именно не просто регистрация, а именно наставничество дает эту диаметрическую прогрессию. Поэтому вы и только вы ответственны за свой жизненный выбор и за свои решения. Если вы примете решение стать настоящим наставником, если вы примете решение обучить своих людей быть наставниками, а не только хотим, если вы научите тех людей передавать это, чтобы они взяли на себя эту ответственность, то ваш успех гарантирован на 100%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!